МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Ну а вначале, как всегда, коротко о главном. Копию центрального пляжа в Павлодаре перенесут на озеро Сабандеколь. Налюбовался. Чтобы спуститься с горы Акбет, туристу понадобилась помощь спасателей. Ржавая вода и плесень. Новоселы недовольны работой частного застройщика. Если бы мы видели изначально, естественно, мы бы эту недвижимость не приобрели. За что можно получить штраф на пляже? Не пропустите важные рекомендации. В Байнауле начато строительство смотровой площадки при въезде к пляжной зоне озера Сабандеколь. По поручению Акима области здесь планируется благоустроить пляж с дорожками, зонтами, шезлонгами, душевыми и раздевалками. По аналогии с центральной набережной Павлодара. Артем Буланов продолжит. По программе АУЛ Ельбесегы в районе реализуются 6 проектов на сумму 937 миллионов тенге. В селе Берлик ведется капитальный ремонт сельского дома культуры 1987 года постройки. На сегодня здесь завершена замена окон, стяжка полу, внутренняя отделка. Кроме того, в селе запланирован средний ремонт 6 километров внутрипоселковых дорог. Осуществляется ремонт социальных объектов, такие как школы, медицинские пункты, а также дома культуры. Поэтому в целом я могу сказать, что работы ведутся активно, уровень достаточно хороший, практически нигде нет отставания. Есть некоторые нарекания по поводу качества работ, но эти все замечания в рабочем порядке будут устраняться. Я думаю, это обычный, нормальный рабочий процесс. Ведутся работы по завозу Щебня. А особое внимание к ремонту дороги в селе Кундеколь. Чтобы не отставать от графика и сохранить качество, проведена профилактическая беседа с подрядчиками. Вы не юрите, вы говорите как есть. Я вижу уже замечания. Вы мне сейчас не скажете замечания, я вас обоих лишу потом. Лицензии. Вы конкретно скажите, сейчас можно здесь сразу же решить это все. Я неправильно укладываю. Обочины все расширять надо было. Вот там все это провалится. Вот смотрите, он на краю обочины, асфальт постелили. Зачем так делать? Глава региона проверил не только как ведут ремонт внутрипоселковых дорог, но и реконструкцию школ в селе Каражар, Муса-Шурман и Кундеколь. А также ознакомился с проектом реконструкции пешеходно-прогулочной зоны вдоль Стеллы, героя Великой Отечественной войны в селе Баянаул. Артем Буланов, Дамир Ишанов, телекомпания «Ирбис». Главу отдела департамента комитета промбезопасности лишили свободы. Напомню, 59-летнего чиновника обвинили в неоднократном получении взяток от представителя одного из предприятий Павлодара. Длилось это с 2021 по 2023 годы. За это время мужчина обогатился на 1,4 млн тенге. В суде вину свою не отрицал, но просил свободы не лишать. Учитывая обстоятельства, суд решил иначе. Турист поднялся на гору Акбет и не смог спуститься самостоятельно. Об этом сообщает главный новостной аккаунт региона в Instagram irbis.tv. Все подробности, а также другие обсуждаемые темы дня в нашем обзоре. А я напомню о том, что подписавшись на аккаунты телекомпании, вы всегда будете первыми в курсе всего происходящего. Спонсор рубрики «Новости из соцсетей» Центр недвижимости «Реал». Центр недвижимости «Реал». Ваш надежный партнер на рынке недвижимости. На помощь парню приехали спасатели. Передает rbis.tv.kz. Сотрудники помогли спуститься альпинисту по безопасной тропе. Он, к слову, в медицинской помощи не нуждался. Молодец, что поднялся. Здорово, что спасли. Ура всем! На вашей детской площадке чисто? Спрашивают телекомпании ирбис у своих подписчиков. Примите участие в опросе. Да. А на нашей грязно. Улица Катаява 67, 69, 71. Лето в самом разгаре. А это значит, пришло время для нашего нового теплого и солнечного челленджа. Покажите, как вы наслаждаетесь жаркими деньками и отправляйте нам фото с мест, где вы отдыхаете. Лучшие снимки мы разместим на нашей инстаграм-странице. Для участия в челлендже отправьте фото нам на WhatsApp по номеру 8 705 631 85. Павлодарцы, внимание! Центр недвижимости «Реал» переехал. Новый адрес улица Лермонтова, 93, 2. После ребрендинга лидер на рынке недвижимости значительно расширил спектр услуг. И теперь все вопросы можно решить в одном месте. Отдел аренды и купли-продажи недвижимости, оценка имущества, архитектурно-строительное проектирование, ввод в эксплуатацию, оформление земельных участков, страхование. Здесь же находится консультационный центр от Басыбанк и Нотариус. В центре «Реал» могут решить любой вопрос с недвижимостью. Всех ждут по адресу улица Лермонтова, 93, 2. Телефон 62 60 65. Более двух лет ждут разбирательства в суде несколько подозреваемых в скатократстве в Павлодаре. По словам супруги одного из них, ее мужа забрали из дома еще в 2022 году. Однако с тех пор следователи так и не пришли к итоговому обвинению. Задержанные тем временем настаивают на своей невиновности. Тему продолжит Артем Клеван. Майораба Мульдинова уже третий год ждет возвращения мужа домой. Сами из Абайской области в 2022 году он приехал в Павлодарскую в гости. В итоге оказался в СИЗО по подозрению в скатократстве. Моего мужа забрали из квартиры в Павлодаре, когда он был в гостях у своего сына. Тогда у него нога была сломана, ходил на костылях. Его обвинили в скатократстве, совершенном в Павлодарской области. И вот он до сих пор сидит. Уже два года, два месяца. За это время не нашли ни свидетелей, ни потерпевших, ни вещественных доказательств. По словам женщины, два года ее муж и еще несколько человек ждут завершения следствия по уголовному делу. При этом указывает, мол, доказательств заявления от потерпевших нет. Требования поставить точку в деле озвучивали и годом ранее. В Ютубе один из подозреваемых публиковал видеообращение. Все мои жалобы перенаправляются в орган, действия, которые я обжаловываю. А именно в следственное управление департамент полиции Павлодарской области. А уже в следственное управление приходила отписка, ведется следствие. Налицо круговая порука на региональном уровне. Никто, ни прокуратура, ни УСБ, ни суд не разбирается и не вникает в суд дела. На данном факте проводится досудебное расследование. На настоящий момент уголовное дело передано для ознакомления участникам процесса. Другая какая-либо информация в порядке статьи 21 уголовного процента Республики от сам разрушения не подлежит. Напомним, в апреле 2022 года полицейские официально сообщали, сдержали группу скотокрадов при попытке перегнать 40 лошадей. Под подозрение попали 4 человека, в том числе из соседнего региона. Артем Клеван, Герман Сосновцев, телекомпания Ирбис. Сейчас реклама, а затем в программе. Что делать, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков, узнаете в бизнес-новостях. Полные подвалы воды в частном секторе. Зрители прислали жалобу в мобильное приложение. Картины, заряжающие силой. В областном художественном музее открылась выставка Зуры Ассалгазиной. Спорт Елены Белоградовой и специальный информационный блог. Скоро продолжим. Уважаемые пассажиры, просьба не искать смысл в данном рекламном ролике. Лучше ищите дешевые авиабилеты на Авиасейлский Зет. Авиасейлский Зет. Поиск дешевых авиабилетов. В этом году в Павлодарскую область привлечено инвестиции почти на 250 миллиардов тенге. Однако в некоторых районах эти показатели находятся на низком уровне. Об этом доложили сегодня главе региона на аппаратном совещании. Ассейм Байханов отреагировал жестко. Продолжит моя коллега. За пять месяцев в Павлодарской области произвели промышленные продукции на 1,3 триллиона тенге. В сфере сельского хозяйства объемы увеличились на 1%. Причем рост обеспечен за счет животноводства. Объемы строительных работ составили 52,8 миллиарда тенге. Что на 8% больше аналогичного периода 2023 года. Обеспечен ввод 92 тысяч квадратных метров жилья. В экономику региона привлечено 247 миллиардов тенге инвестиций. Тем просто составляет 105,3%. Между тем критику от Ассейна Байханова получили акимы шести районов. Железинского, Иртышского, Теренколя, Акулы, Майского и Павлодарского. Там отмечается снижение инвестиций с начала года. Если инвестиции не привлекать в районы, то не будет никакого экономического развития. Не будет новых рабочих мест. Если вы не будете выполнять самую главную вашу обязанность, спрос будет строгим. У меня возникает вопрос, на своем ли месте вы находитесь. Поэтому поручаю держать этот вопрос на особом контроле. Кроме того, глава региона поручил всем акимам докладывать ему о проблемах, которые ведут к снижению социально-экономических показателей в течение двух дней. Александра Петрова, Александр Колесников, телекомпания Ирбис. Время экономических новостей. Рубрику сегодня ведет Азамат Эдхалин. Он уже в студии. Азамат, приветствую тебя. Ты когда-нибудь в руках держал фальшивые деньги? Привет, Владимир. К счастью, нет, но в сезон отпусков нужно сохранять бдительность при обмене валют. Особенно за рубежом. Здравствуйте. В агентстве по финмониторингу предупреждают казахстанцев, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться под уголовным преследованием, не разменивайте купюры незнакомым лицам и не покупайте валюту у менял, даже по более выгодному курсу. Также рекомендуется, покупая что-либо в торговых точках, быть внимательными, беря сдачу, а получая деньги из банкомата, сохранять чеки. К слову, с начала года в Казахстане зарегистрировано 13 фактов фальшивомонетчества. Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег карается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. А теперь отличная новость для павлодарских модников. В бутике «Гласман» продолжается акция. При покупке костюма, рубашка и галстук в подарок. И, кстати, действует рассрочка. Приходите по адресу улица Академика Сатпаева, 130, торговый дом, сити-центр, второй этаж. Бутик работает с 10 утра до 8 вечера. Будьте всегда на стиле вместе с «Гласман». Цветы играют важную роль и служат для проявления чувств, поздравлений или украшения Интергера. Комплимент приглашает каждого посетить их салон, где любая композиция – это сочетание неповторимой нежности и красоты. Опытные флористы с радостью помогут подобрать идеальный букет на ваш бюджет. С 7 утра до часу ночью можно заказать доставку. Комплимент находится по адресу улица Турайгерва, 109. График работы с 9 утра до 9 вечера. В завершении курс валют в Павлодаре доллар стоит 456 тенге, евро – 489 тенге, рубль – 5 тенге, 15 тенге. У меня на этом все. Владимир. Благодарю. Продолжаем выпуск. Жильцы так называемой элитной Павлодарской новостройки заявляют – их обманули. Говорят, поверили красивой рекламе, ну а в итоге получили совсем не то, что обещал застройщик. Компания, по словам собственников, исправлять дефекты не спешит, а гарантийный срок, между тем, истекает уже через 5 месяцев. Благоустроенное современное жилье поразило Асель Аскербекову. Современный и элитный таким рекламе застройщика представляли новый жилой комплекс с Павлодарцем. Однако, когда многоэтажку построили, восторг новоселов сразу же сменился разочарованием. Говорят, дом не соответствует не только заявленному дизайну, но и элементарным стандартам. Одна из тех, кто пожалел, что купил здесь квартиру – Надежда Шолохова. Мы приобретали у застройщика, не видя недвижимости. То есть, если бы мы видели изначально, естественно, мы бы эту недвижимость не приобрели. У нас должна быть огороженная территория, то есть безопасность наших детей. У нас должна быть зона отдыха, которой у нас просто нет. Должна быть зона детская, с песочницами, с качелями и так далее. Также через полгода наш асфальт рассыпался, озеленения у нас отсутствует. К слову, квадратный метр в новом ЖК стоит порядка 400 тысяч тенге. Но при этом из кранов уже полтора года течет ржавая вода. Ее непригодность для питья подтвердили в санэпиднадзоре. И это лишь половина дефектов, уверяют жильцы. Они даже завели страницу в Инстаграм, чтобы документировать брак и недоделки застройщика. И по дому ситуация вся примерно такая. Вот видите, грибок. Грибок опасен для жизни. Вот здесь бежит козырек, никто ничего не устраняет. Вот этот плафон висит уже более трех недель. А вот эти голуби бежат здесь тридцать, даже больше. Также жильцы многоэтажки жалуются на работу своего КСК. Обслуживающую организацию, по словам людей, им навязал застройщик. Сотрудники якобы ничего не делают, зато за услуги берут в среднем 5 тысяч тенге в месяц. Наш застройщик нас старается игнорировать. По крайней мере полтора года они игнорировали жильцов. Ну а после общественного резонанса они пытаются что-то сделать, якобы замылить глаза. Потому что у дома есть гарантийный срок и, скорее всего, люди тянут, чтобы гарантия наша вышла. Ткачева 10.4, да, но нужно понимать, что это частная застройка. И по информации застройщиков на этой неделе они должны будут устранить все замечания. Стоит отметить, во время объезда Павлодара 8 июня Акимов области и города заезжали к жителям дома Ткачева 10.4. Тогда в разговоре с представителем застройщика Асаин Байханов на исправление дефектов выделил две недели. А люди тем временем выставили компании досудебную претензию. Оселя Скербекова, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». По улице Запорожская топит подвалы частных домов. На полу вода, а в огородах проваливается грунт. Люди каждый день вызывают спецтехнику для откачки. В отчаянии они записали жалобу на камеру телефона и прислали в нашу постоянную рубрику. Смотрим все подробности в мобильном приложении. Спонсор мобильного приложения – Павлодарский завод ЭМИ. Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Улица Запорожская. Вот такая проблема. В погребе вот вода. Все плавает по сами. Дома ходишь, весь пол все мокрое. Паласы все мокрое. Откачаем сходить. Откачку вызываешь, допустим, если каждый день на протяжении недели. Все, буквально час-полтора-два к вечеру все ямы полные. На улице еще есть два септика. И все равно они полные. Вот огород посадить вообще невозможно. То есть туда наступаешь и прям проваливаешься. Все обрушается. Дождик если пройдет, то есть вот все, я проваливаюсь. И вот, как бы вот, смотрите, идет вода. Все получается. Ой, все, проваливаешься. Ой, болото все, стоять вообще. Ой-ой-ой, господи, вот, пожалуйста. Ходить вообще страшно. Обратите внимание. Вот одна ель. Вот вторая ель. Или сосна. Вот третья ель. Вот эта вообще упала. Четвертая. Вот пятая ель. Шестая ель. Седьмая. Восьмая. Девятая. Надо их подвязать, укрепить, пока они не сдохли. Десять сосен или десять елок на усолке вдоль берега, напротив художественной школы. Обратите внимание. Принимайте срочно меры. А то они погибнут. Торогирова 101. С торца колодец. Льет уже больше двух недель. Вот лужа идет и туда во двор заходит. Завод «Эми» единственный в Павлодаре, где производят современные котлы длительного горения марки «Эльбрус». Их изготавливают на профессиональном автоматизированном оборудовании. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества и прошла сертификацию. Гарантия до пяти лет. Котлы мощностью от 15 до 1000 кВт подходят как для домов, так и для коммерческих помещений. Они пользуются спросом по всему Казахстану. На заводе есть свой конструкторский отдел, где рождаются чертежи будущего изделия. Важный момент. Котлы «Эльбрус» реализуются без наценок, поэтому они дешевле рыночной стоимости, ведь все поставки напрямую от производителя. Если вам нужен качественный товар, который прослужит долгие годы, обращайтесь на завод ЭМИ. Он находится по адресу Центральная промзона 230. Подробную консультацию вы получите по номеру 8 708 306 17 18 66 0403 или на сайте pzmi.kz. Время коммунальной сводки. Ее ведущая Алина Тимиргалеева. Алина, здравствуй. Напомни, пожалуйста, какую территорию должен прибирать дворник из КСК. Привет, Владимир. Здравствуйте. Согласно правилам благоустройства, дворники, работающие в обслуживающей организации, должны убирать 5 метров от дома. Все остальное – ответственность отдела ЖКХ. А теперь расскажу о плановых отключениях на 19 июня. По информации компании «Монополистов», в среду без электричества с 9 утра до 5 вечера останутся дома по таким адресам ЕСТАЯ 54, 56, 56-1, 56-2, Генерала Дюсенова 60 и Академика Бектурова 66. Причина – ремонт трансформаторной подстанции. По той же причине и в то же время потерпеть неудобства придется в домах с 98 до 134 по улице Нормагомбетова и по Заслонова с 37 до 64. А на этом у меня все. Владимир, передаю слово тебе. Спасибо, это была коммунальная сводка. Мы продолжаем. Два человека утонули с начала лета в Павлодарской области. По информации спасателей, в регионе оборудованы 47 пляжей, но не все жители соблюдают правила безопасности на воде. Что нужно знать, отправляясь на речку, расскажет моя коллега. Спасаясь от жары около водоемов, не стоит забывать о правилах поведения на пляже. Сегодня мы решили выяснить у повладарцев, знают ли они о мерах безопасности, которые стоит соблюдать во время купания. Я знаю, что нельзя заплывать дальше буйков. Нельзя вот дальше вот этих знаков туда идти, плыть туда. И то, что дети должны быть обязательно с родителями. Играть в отведенных местах, не заплывать за буйки, ну это, по-моему, всем понятно. Как выяснилось, повладарцы знают о мерах предосторожности на воде. Однако, правил намного больше, чем называют отдыхающие. Например, на пляже строго запрещено пить спиртное. Не заплывать за буйки, вот так же запрещается у нас распитие спиртных напитков. Запрещено подавать ложные призывы помощи, то есть вводить заблуждение спасателей и рядом стоящих. Играться на водоемах. Так же у нас в отношении, ну и в части, касающихся родителей, запрещено оставлять детей без присмотра. Тех, кто нарушает правила поведения на пляже, будут наказывать по закону. Выявляют их спасатели в ходе рейдов по местам купания. С начала года под статью попали уже 9 повладарцев. При выявлении фактов нарушения правил безопасности на водоемах в отношении нарушителей составляется административный протокол по статье 412 КОАП Республики Астан. И налагается административный штраф в размере 7 МПП. А вот печальная статистика. В 2023 году в необорудованных для купания местах утонули 7 жителей региона. Трое из них – дети. С начала этого купального сезона двое погибших. Чтобы избежать трагедии на воде, спасатели призывают соблюдать все правила безопасности. Алина Тимиргалеева, Станислав Кекин, телекомпания «Ирбис». Юные инспекторы полиции провели проверку на дорогах Павлодара. Школьники вместе со стражами порядка останавливали водителей и разъясняли требования по безопасности. По словам специалистов, летом движение особо опасно именно для детей. Эти юные инспекторы учат правила дорожного движения по несколько лет. И некоторые из них знают ПДД даже лучше части водителей. В республиканской акции, говорят, дети приняли участие с удовольствием. С одной стороны, просто игра, но по-взрослому. Для меня это было очень важно. Мне нравится такая тематика. Я хочу стать полицейским. Я обязательно соблюдаю все правила дорожного движения. Соблюдать правила дорожного движения юные инспекторы призвали водителей вместе с сотрудниками полиции. Останавливали автолюбителей на дорогах города. Транспорт, средства останавливаем водителей, скутеров, мопедов, мотоциклов, электросамокатов, электроскутеров. Так как основные дорожные транспортные происшествия проводятся незащищенными данными участниками дорожного движения. По информации полиции, с начала года в Палдаре зарегистрировано уже 211 аварий, в которых пострадали 22 ребенка. Полицейские, в свою очередь, призывают водителей быть бдительными. Артем Клеван, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». В областном художественном музее прошла персональная выставка «Зуры Асылгазины». В экспозицию вошло более 20 живописных работ, выполненных акрилом. Автор – активная участница ежегодных областных, республиканских, международных вернисажей, симпозиумов, пленеров, конкурсов и фестивалей. Осознал свою внутреннюю силу после выставки. Азамат Айтхалин. Зура Асылгазина – преподаватель Павлодарского вуза и колледжа. Поэтому на презентации выставки собралось много студентов, учеников-художницы. Автор назвала экспозицию «Кайнар», что переводится как «исток». Смысл у меня больше заложен тут о природе силы человека. То есть тут вот если посмотреть на работах, все они такие сильные, мощные, друг другу не уступают. То есть здесь вот больше хотелось именно философия, концепция в том, что в природе в нас заложена такая могущественная сила, которая обладает каждой. И хотелось бы, чтобы глядя на работы, каждый осознавал в себе свою силу. Зура Асылгазина – очень интересная художница, потому что самой главной ее центральной темой во всех ее работах становится человек. И это не какие-то портреты конкретных людей, это обобщенные образы, каждый для себя может рассмотреть что-то свое. Выставка будет работать по 30 июня. Увидеть ее может любой желающий в Малом зале областного художественного музея. Азамат Айтхалин, Герман Сосновцев, телекомпания «Ирбис». В Моногороде начал работу летний проект «Аксу Толкене». Он продлится до августа. Главная цель – разнообразить культурный отдых населения. На торжественном открытии сезона концертов «Под открытым небом» побывала наша съемочная группа. В парке культуры и отдыха города Аксу работали несколько творческих площадок. Под «Открытым небом» был организован поэтический вечер «Пленэр для художников». Мастер-класс провел известный казахстанский живописец Ренат Елубаев. Также он презентовал работы незрячих. Я провожу подобные акции в Астане, но масштабной выставки пока еще не было. Поэтому так получается, что в Аксу мы проводим первый в стране наш вернисаж. С помощью красок незрячий раскрывает свой удивительный внутренний мир. Также для горожан устроили шахматный турнир, выставку книг и декоративно-прикладного искусства. Не забыли и про детей, для которых была организована отдельная развлекательная программа. Работают поэтические клубы. Юные поэты города Аксу читают свои стихотворения. У нас в городе действует поэтический клуб «Родничок». Сформирован свой круг читателей. Мероприятие проходит в городском парке. Для того, чтобы как можно больше жителей города смогли окунуться в творческий мир. Подготовили насыщенную концертную программу. На сцену вышли местные творческие коллективы. Проект Аксу Толканы рассчитан на то, чтобы дать возможность проявить себя молодым талантом. Проект Аксу Толканы будет работать почти все лето. Горожанам обещают подарить яркие эмоции. Азамата Ипхалин, Дамир Ишанов, телекомпания «Ирбис». Отличные результаты у наших пловцов-паралимпийцев. Международные соревнования завершились в Астане. Ну а в студии появилась моя коллега, ведущая спортивных новостей, Елена Белоградова. У нее, как всегда, точная статистика. Лен, тебе слово. Привет. Приветствую, Владимир, тебя. Да, действительно, на дистанции 25 метров чемпионами стали Нурия Алтай, Альдемир Амонтаев и Анастасия Рязанко. Наши поздравления. Далее мы продолжим о спорте. Не пропустите. Я Елена Белоградова. Я всех приветствую в студии программы «Здоровая тема». Не откладывайте визит к врачу. Интегративная медицина. Чем она лечит? Не доводить до болезни, до органических изменений. 80% здоровья зависит от самого человека. У всех проблемы с пищеварением. В мире интегративная медицина уже стремительно развивается. Не хватает витамина В12. Тут вирусная нагрузка. Ее главная суть – предупреждение болезни. Нужный гормон, он повышает наш иммунитет. От здоровья уже и интегративная медицина. В Китае это направление достигло заметных успехов. Гиподинамия тотальная. Не просто лечить болезнь, а восстанавливать и делать человека здоровым. Наш организм уникален. Желаю вам здорового долголетия и берегите себя. Не пропустите на телеканале Ирбис. Автосервис «Экспресс» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров. Российского, корейского, китайского, европейского и японского производителей. Выполнит кузовные работы, покраску кузова, сварочные работы, работы выхлопной системы, компьютерную диагностику, ремонт ходовой части, ремонт двигателей, мелкосрочный ремонт, промывка от топителей печек. Проверит геометрию колес, регулировку развал схождения, проведет шиномонтаж и балансировку колес. Автосервис приглашает сотрудничать организации на договорной основе. Адрес улица Малообъездная 4 дробь 5. Контактные телефоны 8771 425 7002 и 8771 475 7002. У полударских биатлонистов в самом разгаре летний тренировочный этап. Наша команда завершила учебные сборы в Щучинске. Занимались на базе Олимпийского центра, где отличные условия для стрелковой и роллерной подготовки. В сезоне юниоры переходят в молодежную группу. На рубеже биатлонисты прошли технику безопасности, работали с патронами и оружием. В июле спортсмены проведут республиканские старты. Четвертый гранд-тур биатлон пройдет в Петропавловске, а пятый в Астане. А в Павлодаре тем временем подвели итоги открытого областного турнира по плаванию. Участвовали порядка 400 спортсменов. На водных дорожках Павлодара спортсмены от 12 до 17 лет. Значительного прогресса за последнее время смогли добиться пловцы из Аксу и Кибастуза. В каждой из этих приезжих команд есть свои лидеры. На ведущих ролях надежды сборной региона. В соревнованиях принимают участие спортсмены младшей возрастной группы, это 2012 год, и, можно сказать, моложе. А старшие ребята, кто у нас тренируется, они выступают на этих соревнованиях вне конкурса. Показывают результаты, выполняют разряды. Первую золотую медаль в карьере выиграла Павлодарка Тамила Матиева. Областной турнир и еще и отличная возможность проверить в деле сборников. Региональная команда готовится к ответственному выезду. Павлодарцы-призеры турнира «Юные надежды» под Тогас Кумалак. Наши интеллектуалы завоевали две медали. Отличился юношеский состав. В возрастной группе Ю 14 серебро в копилку сборной области внес Азамат Халел. Алдиар Пучук – обладатель бронзы. Сильнейшие мастерологические игры выясняли отношения в Астане. Подготовил спортсменов Ренат Керебаев. А школьницы из Павлодара – чемпионки казахстанской гимназиады. Очередную победу в игровых видах спорта одержали наши гонболисты. И стоит сказать, в этой дисциплине павлодарцы оформили золотой дубль. Чемпионом гимназиады стал наш юношеский состав. Разумеется, девушки никак не могли опустить планку ниже. Одержав уверенную победу в первом матче, далее хозяйки турнира лишь наращивали преимущество. Шесть команд боролись за звание сильнейших. И по мнению специалистов, практически у всех были равные шансы. Вы знаете, самое интересное, вот они все в основном девочки, вот в разных областях. И они все по деревням, можно так сказать, в ауле, в деревне. У них там культивируется гонбол. И, кстати, у них там есть спортивные залы 40 на 20. Турнирную дистанцию наши гонболистки прошли без поражений. Результат павлодарок – абсолютный. Пять побед, и они чемпионки гимназиады. Серебряные медали достались сборной Казаларды у спортсменок из Атарао Бронза. Также в соревнованиях участвовали команды из Вангостаусской, Актюбинской и Жамбульской областей. Мастера снова в деле. В Лиге ветеранов по футболу стартовал новый розыгрыш. Это уже седьмой сезон. Участвуют 10 команд, в их числе и новички, и уже именитые коллективы. Межсезонье команды провели продуктивно. Кызлжар, например, усилил состав. Сельчане намерены бороться за медали. Привлекли легионеров, а еще презентовали новую форму. Материальная база у нас есть, мячи все, и люди приходят к нам. По сезону у нас, конечно, лидеры определились уже. Лидеров у нас в основном 4-5 команд выходят. Но сразу хочу сказать, слабых команд нет. В этом летнем сезоне все непредсказуемо. Все непредсказуемо, не как уже те сезоны, уже седьмой сезон идет. В каждом сезоне новые лица, команды и даже правила. Организаторы стараются чемпионат провести интереснее и максимально. Приблизить к уровню профессионалов. В летний турнир вели изменения. Теперь из аута мяч можно вводить руками, а галкипер от ворот ногами. Это у нас новшество, которое в прошлом году было по-другому. А так все команды равные, все самоотверженные. Ветераны, кому за 50 приятно судить, смотреть, как они бьются, стараются. Выкладывают все свои силы. Где-то получается, где-то нет. Но ветеранам отдать должное, что это малоценнее. Я как футболист приветствую это. Позади уже три тура. В лидерах вице-чемпионы зимнего сезона «Спартак» в отчетной встрече. Актугайцы обыграли легенды и Кибасту за 3-0. Победители футболисты «Зари» нанесли поражение Козылжару 2-0. В дерби сельских команд «Успенка» сломила сопротивление «Баянаула» 5-4. Щербактинцы уступили до «Стару» 2-3. Аксусский «Металлург» взял 3 очка в поединке против павлодарских железнодорожников. 1-0. 8 медалей на международном турнире в Омске завоевали павлодарцы. Команда по спортивной гимнастике и прыжкам на батуте приятно удивила жюри. А еще наши ребята выполнили нормативы. Выполнять такие сложнейшие трюки для воспитанников этой школы – дело привычное. Под руководством опытных наставников Татьяны Крепх, Олега Сапешко и Миланы Ващенко – они каждый раз улучшают свои результаты. Соревнования прошли отлично. Занял первое место по мини-трампу. На дорожке ничего не занял. «Мне очень все понравилось. Я выставила очень хорошо. Заняла первое место по батуте. Это в Омске у меня были первые соревнования». «Это мои были первые соревнования. Я очень рад, что я заняла первое место по батуту. Моя мечта – стать тренером». Спортсменам павлодарской команды присвоенные разряды от 3-го юношеского до 2-го спортивного удивили зарубежный судейский корпус своей прекрасной техникой. «Мне заполнились больше соревнований, когда я прыгал на дорожке и на батуте. На дорожке ничего не занял, а на батуте я занял второе место. И заполнилась больше всего поездка». «Я выступала на батуте, заняла третье место. Мне очень понравилось». «Когда будет золото?» «Буду готовиться дальше». «Конкуренция была огромнейшая, сложная. Наши детки, очень многие выступали впервые. Это были первые, их единственные соревнования – выездные. То есть очень многие первый раз покинули страну вместе с нами. Да, преодолели свой страх, преодолели, ну, как бы, возможности, да, вообще, поездки без родителей, кто-то ездил с родителями. И у нас колоссальные результаты». Также бронза в активе Ивана Белых и Константина Компанцева. Впереди новый турнир и подготовка уже началась. О спорте на сегодня все, но мы еще не прощаемся. Эфир продолжает специальный информационный блок. Ивана Белых и Константинов Ивана Белых и Константинов На сегодняшний день запомните его. Для вас в студии работали Владимир Чепенко. И Елена Белоградова. Смотрите лучшее, читайте первыми. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова